Типичная пятиэтажка на потоке. Капитального ремонта не видела с момента постройки уже 60 лет. Сегодня к ремонту наконец приступили, правда внепланово. Когда крыша частично обрушилась, обломки повредили отопление, в квартиры хлынул тропический дождь. У нас вот не сильно, у нас как бы вот эта стенка вот только вот теклась вода. Вот здесь текла вот и здесь. Ну здесь уже подсохла. Ну вот в основном вот здесь коридор. Вот здесь она, вот возле лампочки, она вот сюда, вот стекала вода. МЧС пожарной электрики к дому экстренно стянули спецслужбы города. Отключили электричество, чтобы предотвратить пожар, за пару часов наладили систему отопления. А люди в это время тазиками вычерпывали воду из своих квартир. В результате некоторые стали просто непригодны для проживания. Здесь тоже женщина одна на работе, но она как бы у нее тоже затопило, но она там как бы и живет, потому что она говорит, мне ночевать негде. Она говорит, я обращалась, они ко мне даже, получается, не подходили эти люди, не знаю, приезжали или нет. И вот она здесь как бы с работы приходит и ночует как бы со своим мужем. Часть жильцов, чьи квартиры пострадали, пока переехали к родственникам и ждут ремонта от своей управляющей компании. А вот крышу под опеку взяла городская администрация. На восстановительные работы направила почти 800 тысяч рублей. Сегодня подрядная организация начала демонтировать поврежденные конструкции. Через три дня приступит к непосредственному восстановлению самой кровли. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.